Добрый день! Сегодня нам предстоит очень интересный разговор, связанный с феноменом Советского Союза. Откуда взялся советский проект, как он набирал силу, как возникла сверхдержава. На этот счет за прошедшее десятилетие не высказывался только ленивый. Полный спектр мнений, целый набор различных суждений, высказанные на сей счет. Но наиболее таким популярным, если так можно сказать, является такое объяснение возникновения и развития советского проекта. Это группа инородцев, и наземных сил, которая в воле случая залетела на русскую землю и устроила здесь такой революционный дебош. А русский народ, вернее его часть, нетвердой в православной вере, поддержала вот эту иноземную инородческую группировку и, собственно говоря, сделала этот революционный шабаш возможным. Вот, собственно, такое объяснение пользуется популярностью в различных кругах, кое причисляет себя к истинным патриотам России. Вот, собственно, против подобного рода измышления и были задуманы и сделаны вот эти вот книги «Грани русского раскола», о которой мы уже говорили в прошлых передачах, и «Корни сталинского большевизма». Но почему сейчас мы их здесь поставили рядом и говорим о них в связке? Потому что все те религиозные потрясения, которые произошли во второй половине 17 века, они, как уже было сказано, породили такую специфическую среду, которая определила особенность исторического пути России. Но на эти особенности уделялось мало внимания, потому что официальная историческая пропаганда, они больше были склонны говорить о единении народа и правящей прослойки вокруг трона и алтаря. Поэтому все, что не входит и не вписывается в эти такие благие рамки, считалось нечто маргинальным, о чем лишний раз не стоит упоминать. Но если мы посмотрим на историю нашей страны сквозь призму раскола, то есть сквозь такой объективный фактор, который раньше оставался вне поля исследования, то, как мы уже говорили в прошлых передачах, перед нами пристает совершенно другая история. Пристают две России. Россия официальная единение вокруг трона и алтаря, и Россия огромная староверческая, то есть та, которая не приняла никонских новин, это опознавательный знак правящей романовской прослойки, и жила в соответствии со своими представлениями о жизни, в соответствии со своими представлениями о должном. То есть на самом деле Россия представляла из себя это такой правящий слой, на который устремлено все было внимание исследователей, и огромнейшие слои населения, собственно, которые довольно-таки мало интересовали исследователей до 1917 года. И поэтому вот такое социальное строение России, как следствие религиозных потрясений конца 17 века, и составляло особенность исторического пути. И, собственно говоря, все это проявилось уже без пропаганды, а проявилось, что называется, по жизни в 1917 году. Вот 1117 год, это тот год, который сбросил все маски и показал, что Россия представляет собой, это не пропагандистские миражи Карамзина и других историков, а представляет собой совершенно другой социальный ландшафт. И вот этот ландшафт после 1117 года, после Гражданской войны и показался во всей своей полноте, во всем своей объеме. Конечно, это зрелище было крайне неожиданное для современников всех этих событий, и очень многие мыслители, такие серьезные философы, как там Бердяев, Булгаков и целый ряд вот этих религиозных мыслителей, они были просто поражены тем, что случилось. Даже в их произведениях мы найдем требование пересмотреть оценки религиозности русского народа, поскольку то, что произошло, никак не вписывалось в те форматы, на которых, собственно, и Бердяев, Булгаков и все другие были воспитаны. И сейчас, спустя столетия, исследователи тоже поражают, с какой легкостью рухнула народная в кавычках монархия и народная в кавычках церковь. То есть она была сметена буквально за Гражданскую войну. Вот за эти два-три года от трехсотлетия дома Романовых и от церкви, которую они соорудили, вкладывая туда огромные усилия, не осталось и следа. Как это могло произойти? Вот это вот главный вопрос. И поэтому эти книги «Грани русского раскола» и «Корни сталинского большевизма» предполагают ответ на этот вопрос, почему так произошло и почему советский проект получил жизнь, окреп и действительно на базе Российской империи расцвела могучая сверхдержава, с которой считался весь мир. Вот эта линия, которая ведется из Российской империи, она в моих книгах трансформируется и показывается, как она сквозь вот это потрясение 1917 года уже преломилась в советской действительности. Что там общего? Как это происходило? Ну, не скажу, что это, так сказать, такое вот ноу-хау, о котором никто раньше не говорил. Во-первых, если мы посмотрим довоенную художественную литературу различных писателей и дворянского происхождения, которые остались в СССР и работали там, например, тот же Алексей Толстой, автор «Хождение по мукам», посмотрим целую палеяду писателей, которые вышли из рабочих крестьянских низов, тот же Федор Панфиоров или, например, Федор Гладков, там масса писателей, о которых рассказывается вот в книге «Корни Сталинского большевизма», то внимательное прочтение их произведений, их текстов постоянно позволяет выявлять такие нюансы. Это не сказано такой вот как бы магистральной линии, но поскольку в этом как бы не было необходимости, как я теперь понимаю, но очень много эти все произведений изобилуют такими штрихами, которые показывают, что большевистская власть и сами деятели большевиков, те, кто выступает на стороне большевиков, то есть на стороне советской власти, это все люди, которые вышли из староверческой среды. Таких свидетельств на самом деле масса. У меня проанализировано здесь около 30 произведений художественной литературы и вот эти все моменты, вот все эти элементы, о которых то, что сказал, там присутствуют, я их пытался вытащить и сгруппировать. Поэтому здесь отдельная глава, которая называется «Староверческий след большевизма по произведениям художественной литературы довоенной, до Великой Отечественной войны». Да и не только литературный большевистский след мы можем найти. Я хотел бы напомнить об одном очень известном в 20 веке французском историке Пьере Паскале. Он, к сожалению, мало знаком в нашей стране, поскольку его творчество пока очень скупо переведено на русский язык, но он до войны жил в России, затем в середине 30-х годов уехал во Францию и, собственно, всю жизнь посвятил себя изучению российской истории. Так вот, его мысль, что советская власть, энергетика советского проекта напрямую исходит и завязана на староверческую среду, и он поднимает образ протопопа Авакума. Вот одна из его книг, которая вот, к счастью, переведена на русский в 2010 году, так и называется, протопопа Авакума и начало раскола. До конца своей жизни Пьер Паскаль придерживался вот этой своей идеи, которую он высказал еще до войны, что советская власть возникла не на пустом месте, а является продолжателем староверческой традиции, которая всегда жила с конца 17 века в толщах, в гуще русского народа. Интересна его эта работа. Я бы всем тоже рекомендовал, кто интересуется историей, ознакомиться с ней. И она вот как раз работает на подкрепление вот именно той концепции, которая уже в таком более полном, в более объемном виде изложена вот в книге «Корни сталинского большевизма». Если можно переправить, перефразировать и переложить Пьера Паскаля вот на современный язык, применительно к нашей теме сегодняшнего разговора, можно сказать, что сталинский проект, а это равно советскому проекту, это есть не что иное, как продолжение коренной России. Ни о каком привлечении, прихождении извне советской идеи и тех сил, которые эту идею материализовали и реализовали на нашей земле, говорить не приходится. Это абсолютно сталинский проект выступает в традиции. Тогда возникает вопрос, а что такое его оппоненты? Белая армия, церковь, монархические деятели, все монархическое движение, которое воспевает монархию Романовых. Это тоже Россия, вне всякого сомнения, но только в отличие от той России коренной, это Россия, вот как раз привнесенная извне. Потому что Никонианская церковь – это институт, который был сконструирован по лекалам греков, иезуитов. Там такой был замес, такая вот помесь, в которой сейчас усиленно пытаются на протяжении уже многих десятилетий разбираться историки. Но на самом деле очевидно одно, что вся эта конструкция РПЦ, никонианская конструкция, которая стала олистворяться с патриархом Никоном, она была принесена извне. Также и опора романовского трона – это есть чужеземные силы, которые осели еще со времен смуты и затем постепенно пополняясь, завоевывая вот этот весь, все пространство придворное, освещая его церковным авторитетом, то есть имя же сконструированной церкви. Вот что такое эта романовская Россия, или говоря иначе, церковно-монархическая Россия. Она есть, но она представляет собой как раз линию, которая принесена извне. То есть эта линия, которая в силы вмонтирована сюда, в наш российский организм, и ей всегда противостояла коренная традиция, которая никогда не могла соприкоснуться, никогда не могла поддержать или как-то перевариться вот этой чужеземной силой церковно-монархической. А эта сила, наконец-то, будучи в придавленном состоянии, коренная традиция проявила себя, и проявила она после вот этого глобального потрясения, этой глобальной катастрофы общественной, 1917 года. И вот вся энергетика этой коренной традиции, тех людей, которые жили и представляли эту традицию, представляли и жили памятью своих предков, прадедов, она как раз и влилась, и передала силу советскому проекту. Что мешает это осознать? Ну, нужно сказать несколько слов. А мешает осознать та группа, которая в 1917 году нахлынула сюда и, собственно говоря, пыталась говорить от лица большевизма и пыталась приватизировать и присвоить себе советский проект. Вот эта группа, ее принято называть тараскистами, это действительно группа, которая также прилетела сюда извне. Собственно говоря, эти деятели всегда проявляют себя на каких-то переломах, они их пытаются готовить, потому что это их почва, когда они чувствуют себя максимально комфортно в таких переломах, они грезят какими-то мегапроектами о мировых революциях, о каком-то там грандиозном интернационале. Им, вообще-то, все равно, на самом деле, где устраивать эти потрясения в России, там, в Испании, там или в Индии. Собственно говоря, это уже не имеет значения. Главное, чтобы эти потрясения жили. Вот эта группа действительно пыталась схватиться за роль партии, и, собственно говоря, внутрипартийный конфликт, который мы наблюдаем в первые 10, максимум 15 лет после 1917 года, как раз связан с конфликтом между этой тараскистской группой и теми силами, которые постепенно входили, партия расширялась. Она не могла никогда расширяться за счет сил извне. Она расширялась за счет вот этих крестьянских кадров, которые входили в партию, поднимались по ее управленческим этажам, и конфликт между коренными людьми, вошедшими в партию, и тараскистской группы был неминуемым. И разрешился он, естественно, очень просто. Победило большинство. То есть победили те люди, которые жили на этой и которые осуществляли и вели за собой память предков. Как вы понимаете, у всех этих тараскистов, значит, никаких предков здесь не лежало и не находилось. Где они находились, это вопрос, так сказать, большой и другой, и не входит в рамки сегодняшней передачи. Но конфликт между тараскистской группой и той группой коренных людей, которая стала сталинской группой, которую он возглавил, и они доверили ему быть лидером вот этой группы, которая осуществляет традицию, он, в общем-то, и составлял главное содержание внутри партийной борьбы, внутри государственной борьбы в СССР. И вот эта борьба, она несколько, конечно, сбивает оптику и дает козырь, вот эта траскистская группа, ее присутствие здесь, дает козырь различным, в кавычках, друзьям России, говорить, что, собственно говоря, все большевики – это сугубо инороческая сила, с чего мы сегодня и начали, все они не имеют никакого отношения к России, поэтому здесь нужно четко и ясно говорить, что к России не имеет отношения траскистская группа, которая пыталась утвердиться в партии, которую всковырнули и выгнали, и вышвырнули вон отсюда, с России, с нашей земли. И большевистская партия под руководством Сталина представляет собой абсолютно не траскистский организм, а представляет собой организацию, которая абсолютно живет и листворяет собой коренную русскую традицию. Поэтому вся та идеология, которая возникла при Сталине, она подробно разбирается в соответствующих главах вот этой книги «Корни сталинского большевизма», доказывает это на фактическом материале. Вот, собственно говоря, это главный такой козырь, который можно противопоставить различным вот этим суждениям об антинародности большевизма вообще в целом. Уверен, что вот эта книга «Корни сталинского большевизма» откроет очень много новых нюансов, которые раньше мы не знали, поскольку тема-то вроде избитая, очень много о ней говорили. Вначале мы упомянули, что какой спектр широкий мнений и работ присутствует по этой теме. Но здесь действительно находится вот такая вот свежая струя, которая позволяет по-новому взглянуть на то, что мы называем советским проектом, взглянуть на то, что мы называем СССР. То есть вот какой взгляд сквозь призму религиозного раскола, который, казалось бы, не имеет отношения никакого к России, позволяет по-новому осмыслить наш исторический путь и показать его силу, его мощь. А его сила и мощь заключаются в главном – это в опоре на нашу землю, в опоре на наши коренные кадры, на наш коренной народ, на нашу коренную идеологию. Вот это залог того, что эта линия не умрет и еще проявит себя в будущем.